Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Давно что-то я не делал, ничего про YouTube, а он между тем обновил интерфейс. И можно предположить, что тут появилось что-то новое. Нового тут появилось на самом деле много и, может быть, если вы проголосуете лайками и комментариями с вопросами про что именно рассказать, я расскажу. Но сегодня о фанатеке YouTube и о работе с редактором. Точнее, с нарушением авторских прав. О том, чтобы узнать, нарушаете ли вы что-либо и что именно, вам нужно зайти в творческую студию и в видео. Вот тут написано, что есть жалоба. Вообще у нас достаточно чистый в этом смысле канал, пришлось специально делать и загружать видео с музыкой PG Harvey. Вот тут только, но это возрастные ограничения. Для того, чтобы посмотреть, что именно вы нарушаете, вам нужно либо кликнуть на слово жалоба в столбце, ограничения, либо зайти в информацию о видео и вот здесь в параметрах доступа можно посмотреть сведения о жалобе. Жалоба не серьезная, на статус канала она не влияет. Если бы вы получили тут красное предупреждение, то это уже очень неприятно. Три предупреждения, удаление канала. В данном случае вам грозит это только тем, что вы не можете монетизировать видео. И можно оставить все как есть, если вы его и так не монетизируете. Но можно и устранить предупреждение, не удаляя видео. Нам предлагают вырезать фрагмент, заменить трек или удалить трек. Что произойдет если вырезать фрагмент. Вот у нас исходное видео. Но очень миленькая музыка. Виды печер. А вот музыка заканчивается. Тут есть предварительный просмотр. Все. Он все вырезал и если вас это устраивает, то можно оставить и так. Если вас это не устраивает, можно например удалить трек. Тут также есть предварительный просмотр. В данном случае он вырезал не только трек, но и все фоновые звуки. Опять же если вас это устраивает, но такое мне кажется не может устроить никого. Непонятная минута тишины. Поэтому мы можем попробовать заменить трек. Вот он нам показывает спорное место и предлагает добавить в видео бесплатную музыку из фонотеки YouTube. Надо сказать о ней пару слов. Вообще фонотека в YouTube сейчас очень неплохая. Я помню ужас-ужас лет 7 назад. Потом я сюда не заглядывал и вдруг, заглянув недавно, когда уже стало совсем не в моготу и все бесплатные ресурсы стали платными, я обнаружил здесь просто один сплошной легалайз, Джаред Стофарай и горы музыки. Я реально находил здесь очень неплохие треки и главное подходящие мне под видео. Причем вы можете сортировать по жанрам. Даже панк тут есть. Странный, наверное, панк. Да нет, еще классический. Далее по настроению. Очень удобно. По инструментам. Но это, честно говоря, очень условная категория. И главное, что все это действительно абсолютно бесплатно. Единственное, что с вас могут потребовать, это указать авторство в описании ролика. Вот тут это написано в треках, которые этого требуют. И написано, что именно нужно указать. Более того, кроме музыки тут есть еще звуковые эффекты. Библиотека не огромная, но вполне достаточная для средней озвучки. Звуки также разбиты по категориям. Так, ну а мы вернемся к нашему видео и выберем какой-нибудь подходящий трек. Нет? Ну вот, вполне. Мне кажется, он даже подбирает по стилистике схожие произведения. Так. Добавляем. И можно подрезать его в начале и в конце под видео. Понятно, что тонко положить звук тут нельзя. Но если нужно тонко, то удаляйте видео, отправляйтесь в монтажную программу, перекладывайте музыку и так далее и тому подобное. Тут уж вам выбирать. А мы сохраним изменения. Он пишет, что обработка займет время. У меня ролик короткий и обработка заняла минут 15. Вот что мы получаем на выходе. Никаких ограничений нет. Ролик выглядит вот так. Качество видео, на первый взгляд, не ухудшилось. Ну что, YouTube растет, цветет. Особенно в России, где телевидение продолжает удивлять поисками дна. Ну, то есть оно его вроде нашло и вдруг раз, опять это было не дно. А вот сейчас, ну и это еще не дно, поверьте. Все, любите друг друга и не читайте перед обедом советских газет. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий.